Здравствуйте ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. В октябре прошлого года компания Square, принадлежащая создателю Твиттера, купила биткоины на сумму в 50 миллионов долларов. В мае 2021 года Твиттер объявил о том, что готовит большое обновление для своей платформы под названием TipJar. Эта новая функция позволит отправлять деньги пользователям Твиттера в качестве доната за контент. Она уже работает на Apple и Android смартфонах, нужно лишь нажать на иконку доллара рядом с никнеймом автора, которого ты хочешь поддержать. Официальный Твиттер продвигает эту функцию под лозунгом «Покажи свою любовь, оставь поощрение». Отправлять эти поощрения могут все англоязычные пользователи, но принимать пока что могут только лишь определенные контент-мейкеры, например, журналисты. Но в будущем эта функция будет доступна абсолютно для всех пользователей Твиттера. Таким образом, Твиттер прямо сейчас начинает монетизироваться точно так же, как это делает Твитч, с помощью донатов. В июне 2021 глава Твиттера сообщил о том, что вместе с компанией Square они работают над созданием биткоин-кошелька. Он сказал, что делается это для того, чтобы доступ к биткоину получили абсолютно все. Я так понимаю, как минимум те все, кто пользуется Твиттером. В июле 2021 Джек Дорси, создатель Твиттера, заявил публично, что биткоин играет ключевую роль в будущем его творения. Он сказал, что Твиттеру чрезвычайно важно инвестировать в криптовалютное пространство, так как оно является будущим не только для Твиттера, но и для Фейсбука, например. Криптовалюты – это наша очевидная потребность, закончил Джек. И наконец, в августе 2021 Джек Дорси сообщил о том, что идет работа над созданием децентрализованной биткоин-биржи, опять же в сотрудничестве с компанией Square. По словам руководителя проекта Майка Брока, TBD, так будет называться эта децентрализованная биржа, должна стать надежной платформой, которая упростит процесс пополнения биткоином некастодиального кошелька из любой точки мира. Биткоин станет собственной валютой интернета, считаем мы. Многие проекты работают над тем, чтобы сделать интернет более децентрализованным, но наше внимание сосредоточено исключительно на создании надежной мировой денежной системы абсолютно для всех. Приобретение биткоина сегодня обычно связано с обменом фиата в централизованных и кастодиальных сервисах, таких как CashApp или Coinbase. У этих каналов для покупки и продажи биткоина есть множество недостатков, и они неравномерно распределены по миру. Интересно, я один замечаю в этом всем, что мы только что с тобой обсудили некую подготовку к чему-то, что в скором времени нас ожидает. Мне кажется, это и является подготовкой. Инвестиции в биткоин, создание новой системы донатов в Твиттере, биткоин-кошелька и способа пополнять его из любой точки планеты без участия централизованной компании. И вишенкой на торте является заявление Джека Дорси о том, что биткоин является будущим Твиттера, денег и финансовой системы. Все эти шаги складываются в один единственный путь. Но куда он нас приведет? Неофициальные программисты изучили код iOS-приложения Твиттера, связанный с новой донатной функцией TipJar. И нашли в нем строчки, которые поддерживают функцию биткоина в качестве поощрения для создателей контента в Твиттере. Из отчета MacRumors, последнее бета-обновление TipJar для Твиттера скрывает в своем коде поддержку биткоина. Биткоин все еще не доступен для выбора пользователями на страницах Твиттера, но он уже есть в коде, а значит Твиттер находится в процессе его интеграции. При этом Твиттер планирует поддерживать не только свой некастодиальный кошелек, который он разрабатывает с компанией Square, но и кастодиальные решения тоже. Для таких кошельков они будут использовать приложение Strike, с помощью которого можно будет подсоединить такой биткоин-кошелек, как Coinbase Wallet, например, к Твиттеру. Я думаю, все это может произойти уже после того, как Твиттер и Square создадут биткоин-кошелек и децентрализованную биржу, о которой заявлял Джек Дорси. Как ты видишь, конструктор складывается. И напоследок я хочу поговорить про такого человека, как Александра Получчи. Это мобильный разработчик, а также он делится утечками. Вот что он опубликовал вчера утром, и я, конечно же, это не мог не заметить. Мобильный разработчик и инсайдер Александра Получчи, создающий мобильное приложение, пишет. Твиттер работает над тем, чтобы ты мог интегрировать не только лишь биткоин, но и эфириум-кошелек к своему аккаунту в Твиттере для работы с новой функцией тип Джар. Также он скинул скриншоты, показывающие то, как потенциально может выглядеть новый интерфейс Твиттера с интегрированными биткоин и эфириум-кошельками. И немного статистики. Твиттером активно пользуется более 300 миллионов человек в месяц, а за сутки публикуется полмиллиарда твитов. Другими словами, около 23% населения интернета так или иначе пользуются или задействованы в Твиттере. Это просто огромнейшее количество людей, которые готовы вот-вот начать пользоваться биткоином и эфириум, скорее всего, впервые в своей жизни. Как ты думаешь, большое ли это событие для биткоина? Для криптовалюты? А что будет, когда этот тренд подхватят и другие социальные сети после Твиттера? Фейсбук, Твич, Ютуб. Это огромная волна новых пользователей и гигантский скачок в массовом принятии биткоина. Просто осознай эти масштабы, и это то, что нас может ожидать уже в ближайшем будущем. Меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было тебе интересным, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Здесь мы почти каждый день говорим про криптовалюту. На этом все. Увидимся в новых видео. Богатей. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok